Привет всем! Меня зовут Анатолий, мне 34 года. Стаж употребления у меня около 15-18 лет. Трезвый сейчас 7 месяцев. Есть ли знакомые, которые употребляли и бросили? Ну, в моем случае таких нету. Все, кого я знал, созависимых, они и по сей день употребляют. Как и когда впервые употребил? Ну, впервые употребил в 13 лет. Это началось с клея момента на те годы. Получилось все просто спонтанно. Как всегда, кто-то предложил в молодом возрасте. Была заинтересованность в этом. Амбиции играли. И в итоге приболтал себя на употребить этого момента. Были ли проблемы в семье? Проблем в семье как таковой не было. Все было замечательно. Полная семья. Постоянные выезды на рыбалочку, то, что мне нравилось. Ну, то есть, отдых в нормальной семье. Были ли зависимые в семье? Да. Папа употреблял спиртное. Бывало, уходил в запоре. Ну, то есть, такой трудоголик был с алкоголем. Что давали наркотики? Ну, чувство эйфории. Легче было адаптироваться с новыми людьми, заводить знакомства. Ну, как бы, жить было легче, как я считал, на тот момент. Что именно употреблял? Ну, употреблял практически все, за исключением каких-то аптечных вариантов. Героин, метадон, амфитамин, спайсы. Вот. Как появилась система? Ну, впервые система у меня появилась на метадоне. И причем пришла эта система быстро. После третьего, четвертого употребления у меня уже пошла потливость, потеря самоконтроля. И я сразу понял, что мне уже становится тяжеловато без метадона обходиться. Стремления были, амбиции были. Много разными видами спорта занимался. Футболом, тэквондо, карате, бокс. Но все, с каждым каким-то новым употреблением я это все бросал. То есть я был бессилен перед своей зависимостью полностью. Пробовал ли я устроить новую жизнь? Да, пробовал устроить новую жизнь. Находился в ремиссии полтора года. За этот период успел родить сына, начать его воспитать. Как случилось, что я сейчас трезвый? Ну, вот обстоятельства, то, что я опять ушел в употребление, меня привело к такому убеждению, что я один бессилен что-либо сделать, и наркотик просто мной овладел. И в итоге помощь матери и близких помогли мне найти реабилитационный центр, в котором я находился и по сей день. Что привело меня сейчас к трезвости и пониманию, что по-другому я бы не смог справиться с этой болезнью. Как попал в реабилитационный центр? Первый шаг. Ну, как я уже и сказал, употребление, плюс уголовные статьи в прошлом из-за наркотиков, побывание в тюрьме, какой-то период времени. Ну, все это осознание меня привело в реабилитационный центр, что я оказался уже на дне. Бывали обиды на родителей. Но обиды на родителей не было. Только очень большая благодарность за то, что они меня поддерживали, даже когда мне было трудно. Потому что первый период, находясь в реабилитационном центре, он нелегкий. Для любого зависимого он нелегкий. Это адаптация, это дисциплина, чего раньше не было вообще. Режим, порядок, делать все по графику. Но со временем это приходит. И я этому очень рад и благодарен своим родным и близким. И какие сейчас чувства? Благодарен ли маме? Ну, как я сказал, да, очень сильно благодарен всем родным и близким. Как думаешь, какие чувства испытывали твои родители, жена, муж, когда я употреблял? Самые негативные чувства – это и страх, это боязнь, недовольство, и раздражение, и злоба. Очень много негативных чувств испытывали мои родные и близкие, потому что я их обманывал, воровал, деньги кричал, дома разносил стены, двери. То есть это было ужасно. Наркоманам, у которых уже, ну, все, они понимают, что уже нечего делать. Я хотел бы сказать только одно – не бойтесь прийти в реабилитационный центр. Хотя бы, по крайней мере, попробуйте сделать первый шаг. Первый шаг, он необходим. Это в первую очередь понимание, что я бессилен перед наркотиками. Мне бессилен. Ну, это как выйти на ринг, я не знаю, против Майкла Тайсона в его лучшие года и стараться у него победить. Или просто яй хоть один раунд. Ну, должно быть понимание, что это бессмысленно. Что здесь проще отпустить, капитулировать перед этим наркотиком. Все, сдаться, все. Я бессилен перед ним. Потому что других вариантов не может быть. И приходите смело. Здесь придет осознание. Может быть, первое время там будет непонимание. Ну, это как и всегда. Когда в новую что-то сферу приходишь, есть какие-то непонимания. Но все приходит с опытом. Как еще есть песенки. Ну, вот. Родственникам, которые очень переживают за своих детей, внуков, там, родных близких, которые попали тоже в сложную ситуацию, обратитесь в реабилитационный центр. Есть психологи, которые вам помогут и дадут правильные какие-то наставления, что можно сюда привезти. И здесь человек, как бы он ни хотел, даже все равно, спустя время к нему приходит осознание. Даже любой зависимый, хочет он того или нет, через время к нему приходит осознание. И он понимает уже свои ошибки. Он начинает трезво оценивать свои поступки в употреблении. Спасибо всем. Сегодня трезвый. Редактор субтитров А.Семкин